Их встречают с цветами и подарками, как героев спорта. Сборная России стала лидером в медальном зачете на 23-х летних сурдолимпийских играх. Это всемирное соревнование для глухих и слабослышащих спортсменов. Самарскую область в турецком Самсуне представляли 19 человек. Из них 14 непосредственно спортсмены-участники. Велосипедистка Ксения Калибина день за днем приходила к финишу четвертой. Она тренировалась на шоссе, а на играх выступала на маунтинбайке, горном велосипеде. И вот в решающий день завоевала сурдолимпийское золото. Ксения жестами рассказывает, что не ожидала такого результата, а когда вручали медаль, плакала от счастья. Золотую награду сурдолимпиады она считает одним из самых важных достижений в жизни. Те же эмоции и у других спортсменов. Самарская сборная в этом году выступила с небывалым успехом. И вот эти 14 человек, 14 ребят завоевали на сегодняшний день 8 медалей различных достойных. 3 золота, 3 серебра и 2 бронзы. Ну, сказать, что мы рады, ничего не сказать. Прекрасно выступила команда и сборная России Самарской области. Я очень благодарна всем, кто готовил ребят, их тренерам, школам, самим ребятам за огромный труд. 23 сурдолимпийские игры проходили в Турции в городе Самсуни и завершились в эти выходные. Несмотря на трудности, которые требуют игры такого уровня, впечатление самое лучшее. Виталий Гузминков серебряный призер по греко-римской борьбе. На играх было несколько принципиальных соперников. Виталий рассчитывал на золото, но по сумме баллов оказался вторым. Я хотел просто быстро взять, слезть с пьедестала и поехать домой, на цель домой приехать. Давно не видел никого. Ну, я когда вторым стал, я вообще думал, что я проиграл. Вообще, ну, не верил, что я второе место занял. Я так был уверен на победу. Сегодня, когда эмоции уже позади, Виталий понимает, что золото у него еще впереди. Ведь это не последние сурдолимпийские игры в жизни. А дома их уже встречают как победителей, которые сейчас на самом пике своей карьеры. И на таких играх личным примером доказывают, что в сурдолимпийском спорте неограниченные возможности. Олег Зверев, Константин Головин. События. Продолжение следует...